Значит, тема теософии. Ясно, что у нас каждый год появляются новые беседы, так же, как и, очевидно, мы были вынуждены сейчас год от года какие-то темы повторять, для того, чтобы углубляться в их. Я даже так бы сказал, что, смотрите, сначала какая-то мысль, которую мы отмечаем в тексте, потом мы ее насыщаем, какие-то представления, потом обговариваем, и однажды получается на полтора часа беседы по какой-то теме. А потом мы идем в обратном направлении. Мы сжимаем объем текста до конкретных понятий. И вот если эта работа завершается, то есть конкретное представление по какому-то вопросу. И тогда на 2-3 печатных листа будет достаточно конкретный вопрос, конкретные разработки, и в архив у нас складывается эта история. Поэтому мы будем еще возвращаться не раз. Таблица нам помогает в этом. Представление о системе тоже способствует. И дальше остается то, что складывает мировоззрение, теософское мировоззрение. Оно из отдельных вопросов, но именно формирование теософского мировоззрения по каждому, вернее так, в целом о жизни, по каждому из разделов этой жизни. Это наша задача. Поэтому давайте сейчас готовьтесь из того, что вы можете предложить для обсуждения какие-то вопросы. Пока я хочу вам представить новую книгу «Тантрическая этика». Это одна из книг Дже Дзон Капа. Видите, он жил 1400 какие-то года, родился в красном петухе, ушел в желтом кабане, прожив 62 года. И сегодня его книги, вот начиная с «Черной лошади» 2002 года, когда ему было 45 лет, когда он написал «Ламрин» уже в этом возрасте, вот с 2002 года начали выходить русский перевод книг. Я вам в прошлый раз показывал книгу «Шестиразовая йога», где Джон Капа в предисловии сказал, чтобы обнародовать эту книгу, когда пройдет 40 поколений монахов. Сам автор, значит, так ее запрятал. Вот очередная книжка, которую мне благодарные москвичи подарили. Еще был 11-й год, а здесь уже стоял Санкт-Петербург 12-й год. То есть это одна из первых книг 12-го года. «Тантрическая этика». И интересно то, что здесь есть глава о калачакре, калачакра-тантре. И в частности, его работа «Плодовые гроздь здесь ситхи» называется. И шестая глава грубые падения и падения в системе калачакра-тантре. Вот мы пытаемся постичь, да, систему калачакр. Оказывается, есть еще варианты, когда мы можем, так сказать, даже обладая знаниями уже системы калачакры, начать падение. Не восхождение, а именно падение в этих представлениях. И я думаю, что вы должны знать, что этот вопрос существует как таковой, да? Ну, интересно, вы запишите вот тут данные, потом я книгу пущу, попробую. Но пока только представление. Очень замечательно то, что во всех практиках иогических начинаются все действия, вот мысль, которая здесь тоже написана. Склонившись в глубоком почтении к лотосовым стопам моего гора, я объясню восемь грубых падений, о которых говорится в тантрах. Первая фраза, да, это поклонение учителю. Благодарность за то, что, значит, можно получить какие-то знания. Вот на Востоке, восточная традиция, это одна из основных и первых, значит, идей. Ну, мы с вами тоже уже разобрали идею о круге калачакры, мы можем ее тоже повторить здесь, потому что не все эту тему прослушали. Мы начинаем освоение этого круга медитации с поклона. Это тоже реализация той же самой идеи, да? Ну, вот попытайтесь сейчас проникнуть, я вам зачитаю этих самых восемь грубых падений в калачакре. Вы помните о том, что божество калачакры и дам калачакры это двойная фигура, мужская и женская в совете. Единство двух систем женского и мужского признака, мудрости и метода, где метод именно мужской принцип, а мудрость женская, да, являет суть системы калачакры. Два признака, которые объединены одной стихией, это тоже иллюстрация единства мужского и женского признака. Первый мужской, второй женский. значит, на вершине калачакры красный тигр, женский, мужской принцип завершает систему круга, красный тигр, женский принцип начинает круг. И поэтому единство этих двух начал или единство этих двух начал является целостной системой. Если какая-то одна часть превалирует, система не будет полной. Поэтому вот это мысленное размышление. И поэтому вот первое грубое падение представляет зон КПА, это насильственное присвоение тантрической партнерши. насильственное. Ну, раз сразу все подумали, можно ли насильственно присвоить партнера. Пока нет. А мужская сила все-таки больше. Видите, разговоры на том, что если насилие, то по отношению к женщине как это полагается. И это является падением. Я дальше вам не буду зачитывать, если вам будет интересно. Вы себе познакомите. Второе грубое падение в системе Калачакры это насильственное присвоение ее нектара. Ну, если глубоко смотреть, то это психическая энергия женщины. Третье грубое падение в Калачакре это не хранить тайны от тех, кто не является сосудом. То есть, рассказывать Калачакру всем подряд. Нет смысла. Понимаете? И если мы это делаем, то мы свершаем падение в системе Калачакры. Видите, как надо избирать, оказывается, да? Даже если просятся. Но если вы полагаете, что эти люди не готовы принять, то уж лучше не говорить. Четвертое грубое падение в системе Калачакры это ссориться на собраниях. Представляете, да? То есть, как важно гармонию в общине от самой собрания. Пятое грубое падение учить имеющих веру другому учению. Знаете, кто-то говорит нет, мне ваше не нравится, хоть я и с вами сейчас, да, но вот мое лучшее. И говорить ему о Калачакре смысла нет. Если мы опять их говорим, то мы падаем в системе. Результаты не будут. Значит, видите, как отфильтровать? Откуда мы знаем, с чем пришел человек? Может, у него громадный запас каких-то своих представлений, да? А мы ему говорим, да и Калачак выключать. Не сразу это распознаем. Шестое грубое падение это жить среди шароваков на протяжении недели. Шароваки это ученики, да? Вот мы с вами договорились еще в самом начале, что семинар распродолжается не более семи дней даже. Мы же это не знали феномен, но интуитивно мы вышли на этот срок. Что больше семи дней вообще в одном собрании нельзя находиться. Быстрее подавался. Вот это шестое грубое падение. Седьмое грубое падение это создавать ложные впечатления об успехах в своей ягической практике. То есть кому-то там хвастаться, что я-то уже все давно достиг. Падение. Гарантированно при том, да? И восьмое грубое падение это обучать не имеющих веру. Видите, мы говорим приоритет духа, да? А кто-нибудь говорит да, брехня. Материя приоритет. Если он в этом уверен, то, значит, это смысла нету, да? Ну, это краткий пример. А то у нас с Пашей был диспет, что первичная, значит, материя духа или материя и дух едины, да? С самого начала. Вот. Пока к этому не оттуда. Да, Паш? Просто человек может прийти и говорит наша вера лучше, так что давайте я вас послушаю или давайте вы мне тут докажите. И это уже не пойдет, да? Вот интересно, что вот эти восемь грубых падений представлены как суть. Значит, вот падение в системе Калачакр. Если мы проникнемся в эти замечания, то, наверное, сбережем эту систему. Ну, вот посмотрите, здесь Санкт-Петербург, Лёлин, некий Ене, 12-й год, Зонкапа, там, ты же Саэтика. Кому интересно, пожалуйста, это запишите или смотрите на книжных полках. Книга, я думаю, очень ценная. Не много книг, я вообще рекомендую вам все, что от Зонкапы, все брать. Это ценнейшая литература, при том, она классическая буддийская литература. А сейчас дойдет в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Этих книг обычно издается немного экземпляров, поэтому либо вы выписываете, либо внимательно смотрите на полочках и мгновенно выкупаете. По крайней мере, вы можете сейчас для себя записать хотя бы 8 определений и размышлять над ними. А если будет возможность, она может полежать здесь только. В карму не ввергайтесь. Почитайте по очереди. Шестая глава как раз вот об этих размышлениях. Да, прекрасно. Ну вот давайте я вам предлагаю сейчас, есть у нас несколько тем. Значит, мы в этом году отработали тему круг медитации. Так, да? И кольцо не приступи. Кольцо не приступи тема актуальная по сегодняшнему времени, да? Вот. Круг медитации это как бы принципиальная тема вообще. Она не относится к времени непосредственно. Но очень важно. Вот. И новые темы мы уже говорили это двое подглавных и междуна, да? Вот. В прошлом году у нас состоялась тема очень важная, на мой взгляд, это вот тайная вечеря. Так условное название, да? Она очень замечательно вводит нас в систему планов бытия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...